Прежде чем попасть на площадку форума, участники проходят регистрацию и досмотр. Вопросам безопасности на Иволге особое внимание. Участники прибывают на площадку целыми группами. Все эти молодые люди полны креативных идей. Дарья Гейко на Иволге впервые. Настроена только на победу. Хочу реализовать свой проект и, собственно, с этой целью, ну и познакомиться с замечательными людьми, интересными. Мы модернизируем избирательный бюллетень с целью того, чтобы повысить политическую активность граждан. В общем, мечтаем о том, чтобы больше молодежи и вообще, в принципе, любое поколение приходили и голосовали и проявляли свою политическую позицию. После регистрации участники размещаются в палаточном лагере. Десятки палаток, умывальники и места для костра. Мы решили проверить, в каких условиях будут жить ребята. Седьмая палатка. Номер семь. Приносит удачу. Уеду отсюда с грантом наверняка. Наш коллега-журналист Ярослав Алакин приехал на форум из Перми. Уже проникся атмосферой. На поляне царит дружелюбие и гостеприимство. К спартанским условиям был готов. Даже купил специальный походный рюкзак. Дорогой, но очень удобный и вместительный. Рюкзак большой. Ну как большой. 43 литра. И у меня реально-то так-то ничего в него не влезло. Что в нем есть? В нем есть носки, штаны. Самое главное. Вот мой секрет. Вот мой секрет. Это много-много шоколада. Много горького шоколада. Но никому не рассказывайте. Большие шатры, где будут проходить встречи с экспертами и мастер-классы, еще только готовятся. Но ребята уже знакомятся со своими новыми друзьями по сменам. Их в этом году 9. Впервые запланирована смена «Патриот». Пройдет и федеральная смена инноваций и научно-техническое творчество. Тема космоса станет центральной на форуме. У участников будет возможность пообщаться с ведущими представителями космической отрасли страны. Все для того, чтобы вовлечь молодежь в науку и технику. Впервые будут проведены очень интересные конкурсы, состязания по робототехнике, по управлению коптерами, по решению изобретательских задач. Впервые будет проведен на площадке форума совет ректоров. В этом году в форуме принимают участие более 2000 молодых людей со всего Приволжского федерального округа. Идею участников оценят профессиональные эксперты всероссийского уровня. Лучшие проекты получат финансовую поддержку на реализацию. Грантовый фонд разделен на две части. Грантовый фонд на общие проекты – это 11 миллионов. И плюс еще там дополнительные 3 миллиона рублей. Более 11 миллионов рублей будет направлено на те проекты, которые будут реализованы в рамках федеральной смены, касающейся инноваций в космонавтике и авиаунике. Кроме того, 18 участников форума получат путевки на космодром Байконур. У них будет возможность принять участие в запуске пилотируемого корабля. В поддержку космической тематики состоится грандиозный флешмоб, снимок которого будет сделан из космоса. А пока у участников насыщенная программа. Впереди защита проектов, мастер-классы от профессионалов. Старт и Волгидан. Лариса Шалафас, Артем Сулайманов. События.